Паспорт, пенсионное и ветеранское удостоверение, документы на квартиру. В мартовские дни у Людмилы Васильевны они всегда под рукой. Вскрытие клязьмы случится со дня на день. Вода может подступить к самому дому. Правда, до эвакуации пока дело не доходило. Даже в знаменитом 94-м, когда паводок был особенно сильным, тогда вода оказалась только в подполе у пенсионерки. Мы не переживали. Документы всегда в одном месте лежат. Поэтому я и не беспокоюсь. Их сразу возьмешь и пошел. По поселку сегодня ходят спасатели. Цель профилактическая. Мостострой очень близко к реке. И каждую весну жителям напоминают. В случае чрезвычайной ситуации придется эвакуироваться. В ваш дом попадают в зону потопления. Здесь прописана вся инструкция и все правила о том, как себя правильно вести на тот случай, если у нас затопление будет. Только во Владимире в зоне потопления может оказаться 19 домов. В них проживает 71 человек, из них 11 детей. Если угроза затопления станет реальной, кроме документов, из дома надо забрать деньги и ценности. Взять теплые вещи и резиновые сапоги. И уйти к родственникам. Если их нет, спасатели предложат пункты временной эвакуации. Как правило, они находятся в школах и гостиницах. Пункт временного размещения, в соответствии с постановлением администрации города Владимира, в этой ситуации расположен самый ближайший, в средней школе номер 37. Пункт временного размещения населения. Там размещается до 50 человек. Как раз то количество населения, которое может быть эвакуировано из микрорайона Мостострой. Жить там можно до тех пор, пока река не войдет в привычное русло. Проживание эвакуированных за счет бюджета города. Весна в этом году ранняя, и местами реки уже начали освобождаться от льда. За пребыванием воды спасатели следят с вертолетов и с помощью вот таких водомерных линеек. Если вода достигнет 5-метровой отметки, значит эвакуации точно не избежать. На настоящий момент ситуация не настолько критична. Можно сказать, что погода у нас достаточно теплая. Вскрытие рек местами уже произошло. Толщина льда у нас также местами составляет от 20 до 30 сантиметров. По прогнозам специалистов, уровень воды в районе Мостострой не превысит 4 метров. А значит, жителям не о чем беспокоиться. Длительность весеннего плаводия на таких крупных реках, как Клязьма и Ака, составит от 15 до 30 дней. На реках поменьше может продлиться всего неделю. Александр Инин, Александр Мажаров, 6 канал.